Привет, друзья! Я Екатерина Лакутина. Итак, мы сделали цировку с двух сторон и сейчас мы будем готовить паволоку. Мы отрезаем два куска марли в размер доски плюс 2 сантиметра с каждой стороны, потому что наша марля, когда она мокнет, да еще и в горячем клее, она немножко подсядет. Поскольку мы левкасим с двух сторон, опять повторяю я, мы отрезаем два кусочка марли. Марлю покупаем в обычной аптеке. Она продается в упаковке прямо большими такими полотнами. И теперь нам нужно заварить 12-15% желатиновый клей. Ну, давайте сделаем 12%. То есть на 12 граммов желатина у нас должно быть 88 граммов воды. Но у нас пакетики расфасованы по 10 граммов, поэтому мы должны выяснить, сколько должно быть воды на 10 граммов. То есть мы 10 умножаем на 88 и делим на 12. Получается 73 грамма воды на 10 граммов желатина. Но 73 грамма это очень мало. Наша марля очень быстро впитает и нам, возможно, не хватит. Поэтому мы увеличим эту порцию на 2. То есть у нас на 20, это тоже увеличиваем, соответственно, на 2. На 20 граммов желатина, на 2 пакетика, будет приходиться 146 примерно, 147 граммов воды. Итак, завариваем наш клей. Я отмеряю 147 граммов воды. Так, конечно, 100 налить легко и даже 140 не сложно, а вот потом с семью начинаются проблемы. Вот так вот примерно и завариваю наши 20 граммов желатина и хорошо-хорошо размешиваю. Да, и мы мерили весами, а не стаканчиками, но на самом деле, если у вас хороший точный стаканчик, вы можете мерить и стаканчиком воду, потому что граммы воды, они, как известно, совпадают с миллилитрами. В кипятке желатин растворяется очень хорошо, но все равно надо его помешать, чтобы вот этих кристалликов не оставалось. В принципе, если у вас есть небольшой погружной блендер, то можно и им воспользоваться. Ну, при должном терпении за две минутки оно и само все растворится. И опять у нас такая образовалась тягучесть, хотя вам, наверное, на экране ее не видно, но ложкой она чувствуется, что это не вода, уже не вода, а действительно желатиновый клей. И в этот клей теперь мы погружаем нашу марлю, прямо целиком. Я буду погружать сразу два кусочка, но смотрите, вода горячая с желатином, можно обжечься. И в этот клей мы погружаем нашу марлю. Хорошо, хорошо, чтобы она промокла. К сожалению, вы не сможете погрузить сразу два кусочка, потому что марля тоже должна сохнуть. И уже на торец вы ее не поставите. Она должна будет лежать плашмя. Поэтому мы сначала делаем марлю, паволоку с одной стороны, сушим и делаем с другой. И теперь нашу паволоку очень аккуратно доставайте, реально горячо. Мы должны распределить по нашей доске. По нашей доске мы ее распределяем. Конечно, тут еще надо понять, где у нас вертикаль, где горизонталь. На тесто похоже. На тесто для пиццы. Тонкое тесто для пиццы. Так, чтобы у нас не было никаких складочек, а все гладенько лежало. И вот видите, у нас вот тут образуются такие пустоты воздушные. От них сейчас нужно будет избавиться тоже, чтобы у нас паволока прилегала к доске очень, очень, очень плотно. А если будут шерстинки собачьи? Шерстинки собачьи. Ну, я думаю, что шерстинки собачьи ничего страшного. Главное, чтобы не было никаких ниточек таких толстеньких. Потому что, ну, иначе вы потом их не сможете ни перекрыть левкасом, ни отшлифовать. У вас все время в этом месте будет выпуклость. Вот. И теперь мы берем и остатками клея очень хорошо промазываем, как бы приляпываем нашу паволоку намертво к доске, чтобы не было никаких складок. Прямо не жалейте, густенько можно лить и не бояться. Лить можно прям жидко, потому что дерево все впитает. И тут, конечно, вам в помощь торцевая кисточка, потому что она очень хорошо вбивает клей в доску. Пальцами я распределяю клей, чтобы не было луша, он лег равномерненько. Ну, и вообще лишний раз придавить паволоку к доске не помешает погонять клей по доске. Все. Мы сделали нашу паволоку и теперь нам надо в таком положении горизонтальном оставить ее на сутки. А завтра мы перевернем доску и сделаем паволоку со второй стороны и тоже оставим на сутки. А после этого будем готовить левкас. Привет, друзья! Катя уехала и дала мне задание сделать вторую сторону марлей и поклеить. Первая сторона высохла. И вот я готовлюсь. Значит, у меня есть пропорция, смотрите, на 20 грамм желатина я должна налить 146 грамм воды. Мерить я воду буду на весах. У меня есть чашка, так как я буду вес, именно весом мерить, поэтому я взвесила чашку. Чашка весит 418 грамм. К этому весу я прибавляю 146, которое мне нужно воды, и у меня получается 564 грамма. Смотрим... Так, я кидаю, значит, так как он, говорят, горячий, хотя я так долго мешала, как бы у меня там все остыло, уже не знаю. Вынимаем, значит, весь этот беспредел и ляпаем. Итак, друзья, после того, как паволока с одной стороны у нас высохла, прошли сутки, мы перевернули доску. Дарья сделала вторую сторону паволоку точно таким же способом. Она снова сохла сутки, и теперь у нас паволока с двух сторон на доске. На небрежность по бокам не обращаем внимания, мы ее потом устраним после того, как заливкасим обе стороны. И сейчас мы будем готовить ливкас. Встречайте нас в следующем видео. Тише, мне нужно говорить. Устала я сейчас, что-то с вами с анимацией. Ох, это слава, так вот умоляю.